Добрый вечер! Мы сегодня собирали трубчатые лисички. В этом году мы впервые о них узнали, впервые их попробовали, нам очень понравилось. Вот сегодня мы насобирали, это уже 3 ноября, а они до сих пор растут. Было несколько морозных дней, но мороз им нипочем. Они прекрасно себя чувствуют после мороза. Такие вот они, на первый взгляд, как поганки. Но если приглядеться, они очень красивые. Вот такие вот прям ажурненькие. Есть прям такие с фитончатыми такими краями, прямо вот как кружева. Такие. Но это даже не очень красивые. Сейчас вот Лера хочет что-то сказать. Их еще едят собаки. А, да! Мы сегодня были на даче, и у нас собака ела, ведра так точно сделаны. Да, причем другие грибы она не ест. И многие грибники отмечают, что вот именно эти грибы собаки едят. Вот какие они. Они растут семейками. Вот надо было снять, как они растут. Во мху. Внутри у них такая... Ну, раскрой, пожалуйста. Внутри у них такая трубочка, вот такая характерная, поэтому они так и называются. И лучше, конечно, когда перебираете, их раскрывать на две части. Потому что там внутри не часто, но бывают какие-то иголочки, хвоиночки вот такие. Могут быть и какие-нибудь там букашки. Но вообще особо их червяки не едят. Да не особо, я даже ни одной не видела. Никогда. Ну-ка давай, да, близко покажем. Никогда не видела. Вот тут листик какой-то прилет. Вот, какая красавица тоже. Такие-то. Как букетик. Да, они такие вот. Даже вот тут сейчас от красивых нету. А то, ну, это уже наполовиночку мы разобрали. В общем, такие очень неплохие грибы. В Скандинавии, оказывается, я тут изучала этот вопрос, их давно уже едят, употребляют. И, в общем-то, они там ценятся. Даже, смотрю, по цене дороже, чем обычные лисички привычные. Есть ли у нас такая вот? Спасибо. Спасибо.